Санкции Евросоюза против Крыма, в том числе на импорт и экспорт товаров, а также на заход круизных лайнеров в порты полуострова, конечно, сказывается и на экономике России. Торгово-продовольственные ограничения стали одним из факторов, которые привели к росту цен на некоторые продукты в стране. И это в преддверии новогодних праздников. Президент дал правительству неделю, чтобы решить вопрос ценообразования. Цены на продукты стали замораживать. Крым не исключение. Неделю назад на полуострове наблюдался действительно рекордный рост цен на товары первой необходимости. Сахар, подсолнечное масло и куриное яйцо. Сейчас на полуострове заключены соглашения с крупными торговыми сетями для снижения стоимости социально значимых продуктов. О том, как менялись цены в течение прошедшей недели, в нашем следующем материале. Я взяла 5 бутылок масла впрок. Цена хорошая, 80 рублей. Беру периодический сахар, поэтому мне кажется, что подешевел. Именно на эти две позиции продуктов чуть меньше недели назад цены в Крыму были заоблачными. Стоимость литра растительного масла достигала 130 рублей, а за килограмм сахара продавцы просили 57 рублей. Впрочем, цены выросли не только на полуострове, но и по всей стране. На проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. В правительстве подписали постановление о стабилизации цен. Думаю, распоряжение нашего президента будет выполняться, я в этом даже не сомневаюсь. Сейчас это какой-то процесс, даже не то, что в один день сразу сказали и сделали. И на полуострове уже предприняли меры по снижению стоимости социально значимых продуктов. Во исполнение постановления премьер-министра России Михаила Мишустина о стабилизации цен на растительное масло и сахар российского производства в торговых сетях заморожены цены. Так теперь в супермаркетах литр подсолнечного масла должен стоить не дороже 110 рублей. А за килограмм сахара, причем не имеет значения развесного или упакованного, крымчане заплатят до 46 рублей. Во всех торговых сетях, я лично вчера проехал, у нас там были недочеты двух торговых точек, уже все исправлено. Плюс у нас еще подписан минулорандум вместе с этими сетями, где у нас группа товаров не более 5% наценки. Плюс мы сегодня же подписали еще, включили туда воду, питьевую, с тем, что мы понимаем, что возможны риски. Теперь на ценные для Крыма ресурсы продукт, воду в бутылках, тоже будет установлена предельная стоимость. Вниженная политика цен для потребителей успешно реализовывается в супермаркетах, но торговые сети ждут встречного шага от производителей и рассчитывают на снижение закупочной стоимости в ближайшее время. Закупочные цены остаются высокие, особенно на сахар. На данный момент у нас в магазине сахар продается по цене ниже, чем мы закупили. Мы надеемся, что государство проведет беседу с производителями, а не снизят закупочные цены для таких-то круговых сетей. Всего за неделю взрывной рост цен на самые востребованные продукты питания в Крыму удалось урегулировать. Но это только первые шаги. Мы взяли небольшой набор социально значимых продуктов, которые в любом случае будут уместны к новогоднему столу. Это литр подсолнечного масла, десяток яиц первой категории, килограмм сахара развесного и хлеб кирпичиком. И сейчас узнаем, во сколько же нам обойдется наша покупка товара в первой необходимости. Сумма вашей покупки в весе 37 рублей. Самой дорогой покупкой в нашем списке оказалось подсолнечное масло от 90 рублей за литр, что, впрочем, не превышает установленный по Крыму лимит цен. И куриное яйцо 82 рубля за десяток. Масло – это экспортированный продукт, а вот производство яиц на полуострове есть, но не так уж много. Всего две птицефабрики, которые в полной мере спрос крымчан удовлетворить не могут. Если говорить относительно куриного яйца, то мы закрываем 61% по республике Крым. По маслу мелких предприятий, которые работают в розлив, либо работают в масло, то, которое попадает на прилавок, у нас нет. Пока самой высокой остается цена на один из ингредиентов самого новогоднего салата – оливье. За десяток яиц придется отдать от 75 до 110 рублей. 220 рублей. Повышение стоимости яиц, по словам экспертов, связано не только с сезонностью, но и с резким ростом цен на биологические добавки и так называемые премиксы для птицы, которые используются в производстве. Экономисты отмечают, урегулировать стоимость на все продукты не так просто. Это поэтапный процесс. Это должен быть комплекс мероприятий, абсолютный комплекс по поддержке в целом, целых отраслей экономики. В данном случае это продукция агропромышленного комплекса. Но только так, я думаю, мы сможем удержать ситуацию под контролем. А вот ситуация с ценообразованием на рынках пока остается прежней. Предприниматели сами пытаются снизить стоимость и повысить спрос на продукты. Но так же, как и крупные сети, упираются в проблему закупочных цен. Масло не упало в цене. То есть, если, грубо говоря, то, что мы продавали, литровое масло 95, то нам уже эту цену только в закупке предлагают. То есть, как бы цена не упала. В закупке сколько вам? В закупке сколько сахар стоит? 47 рублей. В продаже 50 рублей. По данным Крымстата, в начале декабря в Крыму были самые высокие цены на некоторые социально значимые продукты среди регионов Южного федерального округа. Но ситуация меняется. По данным обследования последних двух недель, мы действительно по ценам лидировали на яйцо куриное и на растительное масло. И уже после 14, 15, 16, 17 числа мы наблюдаем постепенно снижение цен на вот эти виды товаров, на которые так обратил внимание правительство Российской Федерации и непосредственно президент. Сейчас над возможными путями решения продовольственного вопроса работают власти Крыма. По мнению экспертов, снизить цену производителей товаров смогут, если применить меры регулировки в виде льготного кредитования и компенсации стоимости для закупки. А вот так называемые социально адаптивные цены на подсолнечное масло и сахар в Крыму уже заморозили. Они будут действовать в торговых сетях полуострова до 31 марта 2021 года включительно. Марина Румянцева, Александр Рыбин, Евгений Чучко, Дмитрий Глуцкий. Вести. Крым.